Друзья, привет! Алексей Шредер снова с вами. Итак, вопрос, который мне часто задавали. Как прогрессировать в рабочих весах в упражнениях? Ну, многие понимают, хотя некоторые не хотят этого понимать, что рост мышечной массы у тех, кто занимается натурально, напрямую связан с ростом силовых показателей в ваших упражнениях. Особенно в упражнениях базовых. Понятное дело, что очень выгодно, когда рабочие веса растут. Веса рабочие растут, растут, растут. И все это сходится к тому, что мышечная масса ваша тоже растет. Не так, правда, быстро, как некоторые думают. 5 кг уже имели, уже нарастил, и грудь уже сразу должна распухнуть. Нет, обычно не в той пропорции. Но будьте уверены, что миофибриллярная гипертрофия ваших волокон присутствует точно, и мышцы ваши растут, когда растут ваши силовые показатели. Итак, как растить силовые показатели в упражнениях? Многие думают, что можно искусственно управлять этим процессом. Приходишь каждую тренировку и вешаешь на штангу какие-то рабочие веса больше каждый раз, чем было на предыдущей тренировке, и выполняешь столько же повторений, сколько было. Это одна из самых больших ошибок для понимания. Такого, господа, не может быть, чтобы вы, лично вы, диктовали своему организму те силовые показатели, на которые он способен. Это нереально. Знаете, во что это обычно выливается? В искажение техники выполнения упражнений. То есть вы ставите больше вес, и вы начинаете что-то делать коряво, щитингом. С щитингом вы делаете больше повторов, или там рабочий вес вы справляетесь с новым, с тем рабочим весом. Но щитинг – это уже не та работа мышечной группы, которая была. Вы пытаетесь обмануть самого себя. Запомните, ваш организм диктует вам ваши силовые показатели, и никак не наоборот. Как бы вы этого не хотели? Понятно, что было бы здорово, если бы вы сами могли руководить организмом, постоянно загружать его большими рабочими весами, выкладываться на то же количество повторов. Класс, как я себя заставил, как я могу, организм никуда не денется. Не бывает такого. Так что силовые показатели можно повышать, только когда организм дает вам добро. А когда он дает вам добро? Допустим, вы тренируетесь на 8 повторений в отказном стиле в упражнениях. И вот вы жали на прошлой, на позапрошлой тренировке 80 кг на 8 повторений ровно в отказ. А сегодня вы с той же техникой, с той же абсолютно, не искажая технику, не уменьшая амплитуду, пожали 80 кг на 9 раз. Это сигнал к тому, что в следующий раз вы можете поставить на штангу 82,5 кг или 85 кг в основном рабочем подходе, или в двух основных рабочих подходах. Ничего страшного, если вы не выполните 8. Допустим, вы выполните 7, а то и 6. Не важно, не важно, на предыдущие вы выполнили 9, с 80, 82,5 как минимум вы уже должны повесить. Даже если пусть будет на этой тренировке 7, оставляйте 7. На следующей тренировке, возможно, будет уже 8, с 82,5. Но если и на следующей будет 7, ничего страшного, оставайтесь на этом рабочем весе. Через тренировку, очень возможно, и хорошо, если будет так, вы, наконец, пожмете 82,5 на 8. Что сделать в этом случае? Можно продолжить дальше с этим же весом работать на следующей тренировке, пока вы не пожмете 82,5 на 9. Но, можно, я так иногда делаю, даже когда я уже на 8, пожал, увеличивать вес еще. Допустим, с 82,5 на 85. И, как всегда повторюсь, не важно, возможно, ваш рабочий вес упадет в повторах на 6. Ничего страшного, работайте, пока не дойдете до 8 или до 9. А потом, снова тренировка за тренировкой, повышайте свой рабочий вес. Но, если прогресса не происходит, когда вы сменили рабочий вес, ни в коем случае нельзя вешать вес больше. Просто потому, что вы этого хотите. Вы просто перейдете к читингу, вы что-нибудь себе там порвете, вы там получите какую-нибудь травму в этих приседаниях. И даже в жиме лежа будете изгибаться, как уш под штангой и тому подобные вещи. Поймите, главное, я вам подсказал схему, как добавлять вес, когда, повторю, главное, только ваш организм, только его прогрессия, вам будут диктовать, какие рабочие веса должны быть. Ни в коем случае не делайте это искусственно, как бы вы этого не хотели. Все, пока аналогию с жимом лежа по рабочим весам переносите на любые другие упражнения. В каком бы диапазоне повторений вы не работали, достигая этот диапазон в верхней точке, вы добавляете всегда немножко веса. До встречи!